Добрый день, дорогие коллеги! Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Позвольте мне поздравить вас с началом учебного года, пожелать вам, прежде всего, творчества, радости от того сложного, но очень важного дела, пожелать вам вдохновения и сил. И наша с вами сегодня тема звучит так. Это решение предметных, метапредметных и личностных задач в период обучения грамоте. Их реализация при формировании действий первоначального чтения и письма. Развитие речи младших школьников. Итак, когда мы с вами говорим о решении этого вида задач, это предметные, метапредметные и личностные, мы прежде всего обращаем с вами внимание на федеральный государственный стандарт. И порою бытует такое мнение, что да, на начальном этапе обучения мы с вами работаем по решению прежде всего предметных задач. А то, что касается метапредметных задач, это дело последующего обучения. Именно сейчас нам это не так важно. Но на самом деле, конечно же, это не так. Потому что все те основы, которые будут потом использоваться при обучении, они прежде всего закладываются на первых ступенях. Именно в период обучения грамоте. И поэтому в начале нашего семинара я позволила себе привести высказывания известного физиолога, педагога, ученого Ивана Михайловича Сеченова, который говорил следующее. Главными определителями умственного развития становятся те умственные перевороты, которые происходят в голове ученика, когда его обучают искусству говорить, читать, писать. Обратите внимание, что все эти умения Иван Михайлович назвал искусством. Это значительно, уровень значительно выше, чем тот, чем чаще всего мы его предполагаем, называют обиходными навыками. И очень важно, что это действительно те действия, которые позволяют, являются некоторыми маркерами умственного развития, которые мы с вами и выражаем в тех результатах, которые представлены федеральным государственным стандартом и те результаты, к которым мы с вами стремимся в процессе обучения. На нашем семинаре я буду использовать материалы издательства «Экзамен», УМК «Начальная школа». Это новые издания, которые подготовлены к нашему учебному году 2020-2021, которые вставлены к новому ФПУ. Итак, мы с вами сегодня будем говорить о том, как формировать предметные, метапредметные и личностные результаты именно в период обучения грамоте. И федеральный государственный стандарт предполагает именно эти три блока. Мы с вами будем опираться именно на эти блоки, но я вам буду показывать практическое воплощение этих результатов и буду показывать вам те приемы, те задания, с помощью которых мы можем этих результатов достичь. Итак, что же в соответствии с федеральным государственным стандартам у нас с вами входят в эти блоки? Прежде всего, в личностные результаты входит готовность и способность обучающегося к саморазвитию. То есть это возможность обучающегося определять для себя систему задач, по которым он способен двигаться. способность ребенка обретать новые навыки, приобретать новые умения и практически воплощать их в своей деятельности. Следующим личностным результатом является сформированность мотивации к обучению и познанию. Ни для кого нет секрет, что когда наш с вами младший школьник, первокласска, приходит в первый класс, то для него, прежде всего, основной позицией является позиция ученика. Это социальная позиция. Ему хочется стать взрослее. И тогда для него эта позиция выражается, прежде всего, во многих внешних показателях. Это форма, это новый статус, это сам процесс сидения за партой. Но нам очень важно, чтобы эти внешние мотивы перешли во внутреннее, чтобы ребенок мог стремиться к познанию, чтобы он был мотивирован на обучение, чтобы он был мотивирован не просто на принятие той информации, которую дает ему учитель, но и был способен к самообучению и к выполнению определенных действий по познанию окружающего мира тоже самостоятельно. С этим связаны ценностно-смысловые установки обучающихся. Для нас очень важно, чтобы эти установки были, опять же, не внешними, а внутренними, и они были обещественны. Следующим личностным результатом является социальная компетенция. Это умение ребенка вступать в контакт, умение организовывать свою деятельность в соответствии с группой, в соответствии с классом, в соответствии с теми целями и задачами, которые ставятся. И, естественно, это развитие определенных личностных качеств. Следующим блоком является метапредметные результаты. В метапредметные результаты прежде всего входят универсальные познавательные, регулятивные и коммуникативные учебные действия, которые развиваются на протяжении всего процесса обучения в школе. Следующим метапредметным результатом является овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. И овладение межпредметными понятиями. В данном блоке метапредметные результаты даны максимально в обобщенном виде. Конкретизировать их мы будем с вами на том периоде, который мы с вами рассматриваем, а это именно период обучения грамоте. И следующий блок – это предметные результаты. Блок, который является максимально конкретным и поэтому часто более понятным. Прежде всего для родителей. Это освоение, преобразование, применение опыта в данной предметной области. И система основополагающих понятий, опять же, данной предметной области. И если мы посмотрим на эти результаты, то мы увидим, что для родителя, который отдает своего ребенка в школу, прежде всего значимыми являются именно предметные результаты. Для него важно, как умеет считать ребенок, с какой скоростью он читает и как он читает. Умеет ли он писать хотя бы палочки, крючочки и так далее. И тогда родитель, который смотрит на продвижение своего ребенка на протяжении всего процесса обучения, он именно на эти процессы обращает внимание. Ему проще сравнить, сколько слов читает его ребенок, а сколько слов читает сосед и так далее. Но ему достаточно сложно увидеть метапредметные результаты, которые выражаются в более сложных понятиях, и они не всегда видны вот так вот сразу на первый взгляд. Поэтому очень важно, когда мы с вами обращаем внимание на результаты, рассматривать их именно в комплексе. И хотя я постараюсь в своем вебинаре сегодня рассказать вам конкретно по каждому из блоков, но далеко не всегда это возможно, потому что для начальной школы характерна многозадачность. И тогда, когда мы используем любой прием, мы решаем не одну задачу, а целый комплекс задач. Иллюстрировать я свое выступление буду с помощью пособий издательства, которые у вас здесь представлены. И я здесь постаралась подобрать именно те пособия, которые можно использовать в период обучения грамоте. Это разного рода тренажеры. Тренажеры по чтению, тренажеры по чистописанию. Это рабочие тетради, прежде всего, к учебнику комплекта «Школа России». Это букваризм, букварь, тетради, звуки и буквы, которые можно использовать. Это тетради по чистописанию. Кроме того, представлен достаточно большой блок заданий, которые могут использоваться учителями в разных системах обучения. Это и нестандартные задания по обучению грамоте. Это и карточки, которые мы можем использовать для индивидуальной работы. Это и зачетные, контрольные, проверочные работы. Весь этот комплекс вы можете посмотреть на сайте издательства. Ну, а мы с вами идем дальше. И на некоторых пособиях я позволю себе остановиться немножечко более подробно. На данном слайде вам представлен букварь Тамары Вивиановны Игнатьевой. Букварь, который рекомендован для использования, вернее, допущен к использованию в общеобразовательных организациях. Кстати говоря, о тех пособиях, о которых я буду говорить, они все имеют статус «Допущен к использованию» и есть соответствующий приказ. И если вас интересует какое-то конкретное пособие, вы можете зайти в каталог и обратить на это внимание, посмотреть. Это очень важный показатель, потому что пособий сейчас выпускается очень много, и далеко не все они имеют этот гриф. Вы видите, что в этом букваре представлена достаточно большая система заданий. Этот букварь, естественно, мы можем использовать как дополнительный материал для обучения грамоте. Далеко не всегда того материала, который представлен в учебнике, нам хватает. И для того, чтобы осуществить индивидуальный подход, для того, чтобы выстроить индивидуальную траекторию развития каждого ребенка, нам нужно использовать дополнительные пособия. Вот этот букварь может вам в этом помочь. Кроме того, ему есть тетрадь, звуки и буквы. Здесь эта тетрадь имеет комплексную направленность, и она направлена на развитие, прежде всего, фономатического слуха. Это очень важный момент. Мы с вами часто сталкиваемся с тем, что приходят к нам в школу ребята, у которых фономатический слух недостаточно хорошо развит. И это, естественно, вызывает определенные сложности. И тогда необходима система заданий, которая поможет эти сложности так или иначе скорректировать. Для этой тетради является важным то, что все звуки, которые используются в словах для анализа, находятся в сильной позиции. И это очень важный показатель. То есть звуки слышатся четко, без искажений. И ребенок может их четко слышать и, соответственно, четко дифференцировать. Это первая ступень, на основе которой мы развиваем фономатический слух, и дальше уже постепенно переходим к формированию навыков фономатического анализа слова. Кроме того, в этой тетради представлено достаточно много заданий для развития мелкой моторики руки, которые позволяют ребенку в достаточно свободной игровой форме восстанавливать некоторые элементы мелкой моторики, которые могут быть недостаточно хорошо развиты, и совершенствовать те моторные навыки, которые уже имеются. Следующее пособие – это тренажеры по чтению, которые предназначены именно для отработки навыка чтения. Здесь, в этом тренажере, представлены интересные слоговые таблицы, которые можно использовать как в индивидуальной, так и во фронтальной работе. И, кроме того, задания построены таким образом, что они вызывают интерес ребенка к той деятельности, которая происходит здесь и сейчас, что немаловажно для формирования мотивации обучения. Следующее пособие – это тетради по чистописанию, которые представляют собой только первую ступень системы работы по чистописанию с первого по четвертый класс. Эти тетради ориентированы именно на первоклассников. И я обращаю ваше внимание на то, что в основе этих тетрадей лежит академический классический шрифт, который утвержден Российской академией образования. Это очень важно, потому что я сталкивалась с тем, что родители, видя, что сложно формируется почерк, ребенку сложно писать, идут в магазин и покупают те пособия, которые стоят на полке. Я специально походила по магазинам, посмотрела целый ряд пособий, и многие из них просто дают неправильные соединения букв, которые были давно, которые сейчас уже в прописях наших не используются. И тогда у ребенка встает некоторая дилемма. С одной стороны, в прописи ему дается один алгоритм, а во вспомогательных пособиях, которые используются, ребенок сталкивается с совершенно другим алгоритмом. И тогда, естественно, что сам механизм целостного письма уже формироваться, к сожалению, не будет, или будет формироваться с значительной степенью сложности. Поэтому очень важно обращать на это внимание. Какой шрифт, какие соединения лежат в основе того или иного пособия. Кроме того, в этих тетрадях используется не только копировальный метод, к которому мы с вами привыкли. Используется метод визуализации, используется метод карстера, из которого взяты розчерки, которые вызывают у детей интерес и создают такую уверенность в том, что я могу. Я могу не просто прописывать буквы, элементы букв, соединения букв, но я могу даже вот так красиво писать. Это дает возможность ребенку увериться в своих силах и преодолеть тот негатив, который часто возникает при формировании действия письма. Потому что письмо, действие очень сложное, и когда приходит первый самый этап, когда у ребенка эффект новизны исчезает, а дальше нужно трудиться, это уже становится достаточно сложным. И тогда необходимы задания и упражнения, которые подкрепляют ребенка в уверенности в том, что он совсем справится, что он может. И эти тетради можно использовать в совершенно разных вариантах. Мы можем использовать их на минутку с часописания, мы можем использовать их для индивидуальных занятий, можем использовать их на факультативе. Как их использовать, решать. Прежде всего, вам, дорогие учителя. Итак, дальше мы с вами переходим к разделам, которые касаются у нас обучения грамоте. Это чтение и письмо. Я постаралась разбить эти два блока, чтобы как можно более конкретно рассмотреть те результаты, которые требуются по федеральному государственному стандарту в период обучения грамоте, и показать вам, как и с помощью каких упражнений мы их можем достигать. Итак, первый наш с вами блок – это личностные результаты по обучению грамоте раздел чтения. Итак, что же сюда входит в соответствии с основной образовательной программой? Это прежде всего овладение начальными навыками адаптации. Здесь формулировка дана так, как она идет в федеральном стандарте, но мы с вами понимаем, что ребенок, который пришел в школу, ему необходимо адаптироваться к новой системе. Ему важно понять, что ученик – это не просто сидение за партой, это не просто форум, это не просто портфель, это еще владение определенными учебными действиями. Это умение слушать и слышать, это умение вступать в диалог, это умение выстраивать систему своих личностных задач. и так далее. Следующее – это принятие социальной роли обучающегося и развитие мотивов учебной деятельности. И формирование установки на безопасный здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду и работа на результат. Здесь, прежде всего, мы обращаем внимание на те санитарно-гигиенические требования, которые есть у нас. Я на них останавливаться не буду. Я бы хотела остановиться в этом разделе на творческих заданиях и на том, как помочь ребенку ориентироваться на результат. Итак, я взяла некоторые задания, которые рассматриваются из пособия, которые я вам представляла. Итак, на первый взгляд мы с вами видим картинки, которые прежде всего работают на формирование мелкой моторики, тогда причем здесь, собственно говоря, чтение. Но если мы посмотрим на эти задания, то мы увидим, прежде всего, это формирование навыка планирования своей деятельности. Когда ребенок видит вот эти картинки, видит эти элементы, мы рассматриваем, он понимает, что ему нужно сделать, как, откуда он будет начинать, что он будет делать, каким способом он будет работать. Это, соответственно, выбор инструментария. Это работа со схемами и моделем. И мы здесь видим некоторые элементы моделирования. Мы видим значки, которые определяют тот тип деятельности, которым ребенок должен пользоваться. Это или раскрашивание по цифрам, это или работа по обводке, это элементы, которые ребенок должен заполнить и так далее. Но ребенок уже в соответствии с определенной моделью начинает выбирать те действия, которые он будет использовать. И кроме того, ребенок имеет возможность проанализировать свою деятельность. Да, мы начинаем с самых простых элементарных задач. Просто с того, чтобы ребенок ответил нам на вопрос. А что ты сделал? Я раскрашивал, я писал, я находил ту или иную цифру, брал тот или иной цвет карандаша. То есть ребенок должен уметь выполнять действия рефлексии, да, на таком простом уровне. Но это очень важно для того, чтобы впоследствии ребенок мог отвечать на вопросы, что и как он делает. И ребенок мог планировать свою деятельность и анализировать ее. Что я сделал и чего я достиг. Кроме того, в пособиях очень много заданий, которые способствуют мотивации учебной деятельности. Мы с вами знаем, что сейчас очень много детей, которые не уверены в своей деятельности, которые постоянно нуждаются в подкреплении. И когда мы объясняем то или иное действие на уроке, мы часто сталкиваемся с тем, что часть детей начинает поднимать руки и спрашивать личностного подтверждения. А я правильно сделал. А я эту строчку прочитал. А вот это нужно. То есть мы видим, что ребенок в этой социальной роли ученика пока еще не уверенно себя чувствует. Он постоянно требует подкрепления. И тогда вот очень важен сам подход. Обратите внимание, вот на этих слайдах, которые у вас представлены, вот идет утверждение. Я научился слышать гласные звуки. Я умею обозначать на схеме гласные звуки. Это некоторый итог. То есть, с одной стороны, мы подводим итог той деятельности, которой ребенок занимался на протяжении целого ряда заданий. С другой стороны, ребенок утверждается в том, что он может, и он может это утверждение тут же практически воплотить. Вот это очень важный момент. Это касается психологии нашего с вами первоклассника. И для ребенка очень важно получить вот это подтверждение, что я могу, я умею, не просто на словах, но еще раз в этом удостовериться. И целый ряд заданий из этих пособий позволяет это ребенку сделать без помощи учителя самостоятельно. Это тоже формирует самостоятельность. Если мы с вами посмотрим на букварь, мы увидим целый ряд заданий, которые тоже мотивируют ребенка. Они, во-первых, помогают ребенку четко определить, что конкретно мы сейчас делаем. слушаем звуки в словах, читаем слова по схеме, находим предметы с определенными звуками. То есть ребенок не просто выполняет задание, а он осознает, что это за задание, для чего оно важно. И он может в соответствии с этим себя проверить, справился я, не справился, смог я или не смог. Очень важно, чтобы каждое задание было мотивировано. И вот эта мотивация, она может быть обесчисленной, а может быть и скрытой. Не всегда все, что мы делаем вот так вот в лоб напрямую, действенно. Порою важна скрытая мотивация, которая здесь присутствует. Если мы говорим о метапредметных результатах, то прежде всего мы имеем в виду формирование навыков смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами. Да, пока сложно ребенку читать тексты, но основные элементы мы уже начинаем использовать в период обучения грамоте. Очень важно, чтобы каждое действие было осознанно, чтобы каждое слово ребенок четко и ясно понимал. И это важно не только для чтения, для осознанности чтения, как одного из его качеств. А это еще и важно нам при формировании действия письма. Потому что бывает так, что ребенок копирует слова, значения которых он не понимает. И если нет понимания значения, значит вероятность ошибки в этом слове возрастает в разы. Если ребенок не понимает смысла того, что он прочитал и готовится писать, то тогда для него, собственно говоря, не так важно, что он напишет. Например, бабочка или бабушка. Важен просто перекопируемый набор букв. Но это проблема, которая касается прежде всего навыка письма. И к ней мы еще с вами вернемся, когда будем говорить о письме. И второй блок – это овладение логическими действиями, сравнение, анализа, синтеза, обобщение, классификации по родовидовым признакам. Похожая задача будет стоять у нас с вами и в процессе формирования действия письма. Итак, давайте посмотрим на некоторые элементы. Вот мы с вами начинаем формировать действие чтения. И мы видим, что ребенок, даже еще не начав читать, он уже ориентируется на модель и он ориентируется на искомый гласный звук. Вот эта ориентация на гласный звук очень важна при формировании правильного слогового, в принципе, чтения. На следующем задании вы видите картинку, где у нас соединяются две схемы, две модели. Мышка и мишка. Дети учатся сравнивать эти модели, они учатся соотносить эти модели и на основе анализа выявлять различия и на основе анализа понимать то, какую функцию может выполнять в данных словах буква «М». Где она обозначает твердый согласный, где она обозначает мягкий согласный. Кроме того, на основе иллюстрации дети прочитывают уже эти слова. Но здесь есть еще один момент. Это момент, связанный с обучением орфографии. Ребенок, еще только начиная читать, уже знакомится с такой закономерностью, что изменение графического знака ведет за собой изменение модели слова, изменение смысла слова. И тогда, естественно, очень важно, какую букву ты пишешь. Это уже пропедевтика орфографического действия. Соотнесение. На следующей иллюстрации вы видите соотнесение картинки с звуковой моделью. И мы видим способ чтения. Мы видим, опять же, схему чтения. Мы видим стрелочку. Мы видим, что эта стрелочка помогает детям формировать плавное чтение. При том, что ребенок еще изучил только одну или две буквы. Но при этом уже модель плавного чтения здесь закладывается. Следующие иллюстрации, связанные с называнием. Когда ребенок учится называть предметы, то есть он учится разводить предмет и слово, его обозначающие, это очень важно сделать именно на первых этапах обучения грамоте для того, чтобы избежать так называемого стеклянного восприятия. Об этом говорят часто психологи и лингвисты. Что это за стеклянное восприятие? Когда ребенок произносит то или иное слово, очень часто за этим словом у ребенка стоит конкретный образ. И тогда, произнося слово «код» у ребенка, за этим словом стоят совершенно конкретные животные. И с этим могут быть связаны дальнейшие проблемы. Если слово «код» можно прочитать, можно написать, если слово «кошка» можно разделить на слоги, то живую кошку, тот образ, который стоит у ребенка в голове, разделить на слоги нельзя. Просто потому, что кошка целая. И вот кажется, такая вот элементарная вещь, но она не явна. Но она может вызвать затруднение в делении на слоги. Она может вызвать затруднение в последующем, когда ребенок будет делить слово на структурные составляющие, разбирать слово по составу. И именно для этого мы используем вот такого рода упражнения и задания именно на первых этапах обучения чтению, когда мы разделяем предмет как образ и слово, его называющие. И тогда мы акцентируем внимание детей на том, что мы работаем именно со словом. И это позволяет снять целый ряд проблем, которые у нас с вами возникают в дальнейшем. Кроме того, здесь представлена иллюстрация, когда ребенок прочитывает те модели, которые он может читать на данный момент, соответственно, которые состоят из тех букв, которые он изучил, но при этом дается целостная иллюстрация. И тогда, когда ребенок прочитывает он не просто прочитывает эти буквосочетания, но и наполняет их определенным смыслом, основываясь на той иллюстрации, которая дана, когда собака рычит на котенка, который предлагает мир. Это целый образ, это целая сюжетная линия, которая рождается у ребенка. И тогда вот эти простые буквосочетания, которые он прочитывает, они наполняются личностным смыслом. Они уже эмоционально окрашиваются. Это очень важный показатель, который, опять же, способствует мотивации обучения, мотивации в данном случае обучения чтения. На следующей картинке вы видите, что дается не просто модель прочтения, но дается чтение слов со звездочек. То есть ребенок читает слова, в которых он еще не все буквы освоил. Это тоже очень важно. Это прием антиципации, который мы используем при чтении, когда мы читаем тексты взрослых. Когда мы догадываемся частично о том, что стоит за данной графической конфигурацией. И здесь создается ситуация успеха, когда ребенок попадает в ситуацию, когда он с основой на иллюстрацию может прочитать тот материал, который он еще и не знает. Но ребенок уже для себя отвечает. Я могу, я умею, я способен. И вот это обучение становится для ребенка радостной. Создается, опять же, ситуация успеха. Создается стимул для личностного развития. Посмотри, ты всего-то несколько букв знаешь, но ты уже читаешь. Ты уже можешь, ты уже справляешься. И это, конечно, помогает ребенку преодолеть все трудности, которые возникают. Кроме того, когда мы с вами говорим об обучении грамоте, мы с вами прекрасно понимаем тот пробитофтический момент, который здесь в этом периоде закладывается. И на данном слайде вам представлены иллюстрации из букваря, которые помогают ребенку систематизировать свои знания не просто по соотнесению слова и предмета, но позволяют слова классифицировать. классифицировать слова предметы, слова действия и слова признаки. Это уже элемент некоторой систематизации. Русский язык представляет очень сложную систему. И важно, чтобы каждое новое знание, каждое новое крупице, которое ребенок усваивает, она именно вводила, встраивалась в эту систему. Потому что без четкой системы ребенку очень сложно вытаскивать все знания, которые он приобрел. Это как шкаф, в который вещи складываются, складываются неделями и месяцами, но когда мы его открываем, мы не можем сходу найти нужную нам вещь. На нас просто высыпается все, что нужно. Также и ребенок, который не выстраивает для себя эту систему, он не может быстро найти то нужное умение, которое у него имеется. И мы с этим с вами сталкиваемся, например, когда дети выполняют проверочные работы, когда дети пишут диктанты, когда ребенку нужно ответить на вопрос, который находится чуть вне того алгоритма, к которому он привык. И вот здесь, на этой странице, мы с вами видим эти схемы. Обратите внимание, что здесь слово выделяется. Предметы существительные одной чертой, глаголы двумя чертами, слова-признаки выделяются в волнистой линии. То есть тем обозначением, которое мы будем использовать в синтаксисе, но намного-намного позже. Но очень важно вот это закладывать, потому что детям сложно дается синтаксические понятия. Но при этом, если мы говорим о подлежащем и сказуемом, мы четко знаем, что сказуемое всегда глагол. И вот это соотнесение можно заложить уже сейчас, познакомив ребенка со словами действия, показав, как графически слово действия может обозначаться, что и сделано в данном учебном пособии. Дальше вам представлены развороты, где дети учатся составлять предложения, где детям дается опять же модель речи, что речь может быть устная, речь может быть письменная. И здесь мы не теоретизируем, но просим ребенка самого объяснить нам, что такое речь устная, в каких ситуациях она используется, в каких ситуациях используется письменная речь. это не просто умение ребенка аргументировать тот или иной свой ответ, это умение, пусть минимальное, но поиска той справочной информации, которая нужна для ответа. В данном случае справочной информацией является иллюстрацией, которая создает определенные модели, на которые ребенок будет ссылаться, формулируя свой ответ. И следующий блок это предметные результаты обучения грамоте раздела чтения. Это прежде всего обладение звуками и буквами русского языка, понимание их основных различий, это умение вычленять отдельные звуки, определять их последовательность, то есть сделать звукобуквенный разбор, это умение говорить, умение составлять предложение, умение говорить, умение составлять определенный текст по тому или иному вопросу или на ту или иную тему, и это как некоторый итоговый конечный практический результат, это плавное слоговое чтение слов. Как же с помощью каких упражнений мы можем этого достигать? Прежде всего, когда мы начинаем с вами работать, мы учимся делить слова на слоги. Делаем мы это по-разному, разными способами. Здесь предлагается целый ряд заданий, и здесь же дается дифференциация, что слоги у нас бывают разные. И тогда обратите внимание, что когда мы говорим об ударении, мы используем зрительный элемент, мы используем молоточек. Мало того, что мы проговариваем, делаем особый акцент на этом слоге, мы еще фиксируем это с помощью определенного значка и с помощью того предмета, который для ребенка является четкой ассоциацией ударений. Ударить молоточек, это позволяет ребенку заполнить этот новый элемент, этот новый термин в его учебной деятельности. Когда мы с вами работаем по формированию первоначальных навыков чтения, нам очень важно, для того, чтобы ребенок научился правильно давать характеристику тому или иному звуку, важно, чтобы ребенок этот звук услышал. Не секрет то, что у нас очень много детей приходят в школу с теми или иными логопедическими проблемами. И тогда, прежде чем давать характеристику того или иного звука, а впоследствии обозначать этот звук графическим знаком буквы, нам очень важно этот звук услышать. И тогда детям даются опять же модели, когда ребенок должен протянуть тот или иной звук. Сначала это просто ситуация, когда ребенок изображает жука или изображает звук дрели, а впоследствии возникают модели, которые помогают ребенку выделить тот или иной звук в слове. Причем вы видите схемы, где детям предлагается обратить внимание либо на первый звук, либо на последний звук в слове. В последнем варианте это первый и последний звук. Конечно же, детям намного проще воспринять именно первые и последние звуки в слове. А впоследствии возникают уже варианты, когда ребенок может находить и дифференцировать звук в середине слова. Но это самая начальная ступень, и тогда мы можем предложить детям, например, протянуть тот или иной звук. СОМ. Когда звук, который выделен, он протягивается, остальные звуки произносятся. Причем здесь нет ни одного звука, который выделяется вот так, модели, который мы не можем протянуть. Здесь используются шипящие, свистящие, сонорные. Здесь используются гласные. Взрывных звуков здесь нет. Конечно, ребенку это просто-напросто не сделать. Вот на это я тоже обращаю внимание, на подбор картинок для произнесения тех или иных звуков, для выделения тех или иных звуков, потому что порой дается картина, например, код, и просят выделить первый звук. Протянуть этот звук невозможно. Тогда ребенку нужно его выделять несколько раз, проговаривать несколько раз. К-к-к-к-к-код. Этот способ можно использовать, но этот способ он не должен являться основным. Таких слов должно быть минимальное количество, потому что такого рода работа с такими звуками мешает плавному слоговому чтению. Обратите внимание на следующую модель. У нас на одном из разворотов букваря появляется модель звуки и буквы. Задача данного разворота – различить звуки и буквы. но обратите пожалуйста внимание на то, что звуки различаются не просто как гласные и согласные. Вы это видите на первом ряде рисунков. Когда ребенок летит и кричит Ааааааааа, и собака рычит Ррр но и на твердые и мягкие. Комар звенит Зз, а маленький комарик звенит «зз». Это не случайный момент. Это очень важный показатель. Порою я сталкивалась с тем, что у нас дается с вами разделение звуки и буквы. И в дошкольных образовательных учреждениях, и в части пособий, которые мы используем в качестве вспомогательных в начальной школе, возникает такая модель, что мы гласные обозначаем в красном, а все согласные обозначаем синим. И тогда на первой ступени мы делим на гласные и согласные. Но при этом забываем о том, что потом у нас вот эти синие значки будут тоже дифференцироваться. И тогда нам порою приходится ребенка переучивать. Когда мы сначала учим его, что все согласные обозначаются синим, а потом вдруг часть этих синих значков превращается в зеленые. Почему? Непонятно. И нам приходится переучивать. Зачем, если мы можем с вами сразу дать многообразие звуков, сразу показать детям, что звуки могут быть твердыми и мягкими. Это не значит, что мы сразу будем их изучать. Вы видите, на первой строке дается, как образец согласного, именно твердый, согласный И он, соответственно, обозначается синим. Вот очень важно вот этот элемент соблюдать, потому что, конечно, всегда сложнее переучивать. И для ребенка возникает некоторый диссонанс. Как же так? Что то, что он обозначал синим, это же согласно? Согласно. Но вдруг меняется цвет. Добавляется какое-то новое качество, и переучить ребенка очень и очень сложно. А здесь мы с вами на слайде видим сразу модель звуковой системы. Мы видим, что есть гласные, есть согласные, и сразу же мы видим эту дифференциацию, которую ребенок может сам сразу же проговорить и услышать эту разницу. Это очень важно, чтобы ребенок не со слов учителя, а именно через свои собственные фонетические ощущения, воспринял эту разницу, воспринял эту дифференциацию. И даются буквы, целый ряд букв дается, которые уже возникают на последнем этапе, которые возникают как графическое обозначение звука. Причем, обратите внимание, буквы даются очень разные. Это не только те буквы, которые чаще всего мы используем, из которых мы начинаем, но и буквы, которые изучаются в конце периода обучения грамоте. И следующая иллюстрация, когда дается буква У, обратите внимание, еще на один элемент у нас здесь появляется сквозной персонаж. Это часто встречающийся элемент наших с вами учебных пособий, когда появляется сквозной персонаж, который позволяет детям усваивать те или иные знания. И вот здесь появляется аистенок, причем он не случайен, он не просто так здесь возник. Обратите внимание, что у него раскрыт клюв. Это тоже еще одна система вспомогательных значений. Когда аистенок открывает клюв, это гласные, или, как говорил Денис Борисович Ильконин, звуки рто-раскрывателей. Это способ обозначения гласного. Чем шире мы открываем, чем громче мы говорим звук, тем шире у нас открывается рот. В отличие от согласных, рто-закрывателей. Чем громче мы произносим согласный, тем плотнее у нас появляется смычка либо губы, либо зубы, либо язык. Вот это дополнительный параметр, по которому мы можем тоже разделять гласные и согласные звуки. Потому что способ, который чаще всего используется, что гласные поются, а согласные нет, далеко не всегда срабатывает. Мы сонорные тоже можем протягивать. Мы можем с вами также пропеть, протянуть шипящий и свистящий. Поэтому очень важно вводить еще дополнительный какой-то параметр, по которому мы будем дифференцировать те или иные звуки. И вот появляется аистенок, у которого открыт клюв, показывает, что эта буква обозначает гласный звук. И дальше идет целый ряд картинок, и идут задания для чтения. Обратите внимание, стрелочкой обозначено только чтение У. Все остальное идет без стрелочки. У нас в классе бывают дети, которые читают и которые не читают. И тогда читающие дети могут прочитать эти предложения. А не читающие дети повторить и прочитать вместе со всеми именно тот элемент, который они могут читать. И тогда ребенку, который только-только начинает читать, ему проще встроиться в читаемые предложения, чем читать просто У, 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 У. Это не наполнено смыслом. А здесь ребенок воспринимает предложение как смысловую целостность, и он прочитывает только тот элемент, который он умеет. Но при этом он воспринимает эту целостность. И это уже элемент формирования смыслового чтения. Дальше представленные странички. Это буква А. Вы видите, опять же, вот это прочтение. Причем здесь дается не просто прочтение одной буквы, а здесь даются ситуации, в которых ребенок понимает, что он читает. Соответственно, он читает с разной интонацией. Это ребенок, который жалуется, что его укусила оса, который кричит А. Это аистенок, который укачивает своих детей. Это дети, которые водят хоровод. Естественно, читать в каждом случае мы будем по-разному. И для ребенка, опять же, вот это чтение наполняется смыслом. Мы видим на следующей страничке, обозначение того, какие действия ребенок будет выполнять. Что он не просто слушает звуки в словах, но он и учится читать. Он учится читать по модели. Он учится читать по тем элементам, которые появляются. Появляется буква А. И дальше идет слово, обозначенное чертой. Ребенок соотносит, опять же, модель с иллюстрацией и прочитывает то или иное слово. Ребенок учится выделять звуки в моделях, учится находить звуки в словах, что, естественно, позволяет развивать фономатический слух. И вот это графическое обозначение также помогает формировать впоследствии орфографическое действие. Кроме того, мы с вами видим в этом букваре модели, которые используются для того, чтобы научить детей слитному прочтению тех или иных слогов. Мы видим эти дуги. Они появлялись давно уже в букваре Олеси Жуковой. Мы их помним, как они появились. И эти модели используются в разных учебниках. Но здесь вы видите не просто эти дуги, но сразу же дается модель целостного прочтения слога. И дальше, как алгоритм, ребенок должен то же самое использовать для того, чтобы прочитать другие слоги. И тогда он читает уже «ма», «мо», «ма», «мо» и анализирует этот слог. Соответственно, «мы» и «му». Очень много внимания в данном пособии обращается на слышание звуков в словах. Это очень важный элемент. Дети далеко не всегда умеют дифференцировать звуки, которые они слышат. И далеко не всегда они могут эту дифференциацию воплотить практически в прочтении и впоследствии в письме. Поэтому вот этот первый этап слушания и слышания, он очень и очень важен. Очень важно наблюдение за тем, как меняется слово, если мы изменим характеристику того или иного звука. И последние две картинки я специально вставила сюда. Аистят. Обратите внимание, что символы появляются другие. Когда мы начинаем изучать глухие согласные, у нас у аистенка появляются наушники. У звонких согласных появляются в плюве у аистенка звонок. А если мы изучаем сонорные, то появляются два звоночка. Это такая ненавязчивая напоминалочка, но которая, тем не менее, позволяет нам осуществить выход на более глубокие ступени изучения материала. Мы можем обратить внимание на то, что согласные тоже разные, что согласные произносятся по-разному. И те же самые звонкие согласные тоже различаются. В частности, в них можно выделить группу сонорных. Следующая страничка помогает нам сориентировать ребенка на чтение слов. Вы видите задание, когда ребенку нужно не просто прочитать слово с опорой на иллюстрацию, но заполнить те клеточки, которые еще пока не заполнены, и соотнесись с тем, кто где живет. Это уже выход на более широкие задачи. Это соотнесение той учебной деятельности, которую в данный момент ребенок осуществляет, с тем личностным опытом, который у него имеется, и с теми знаниями об окружающем мире, которые у него есть. Либо мы эти знания конкретизируем, либо если эти знания в чем-то ребенок может и не знать, например, он может не знать, кто живет в хатке, или как называется жилище бобра, мы можем эти знания ему дать. И широкое использование моделей. Вы видите в данном случае модель обозначения работы гласной буквы и модель обозначения работы согласной буквы. Вот еще несколько вариантов. Важно, что для маленького ребенка важно, чтобы он не просто мог работать со схемами, а мы с вами знаем, что работа со схемами и моделями является также метапредметным результатом учебной деятельности, но важно, чтобы он умел эти схемы воплощать в практических действиях. То есть, с одной стороны, он читает, с одной стороны, он анализирует, соотносит схему с иллюстрацией и со словом, с другой стороны, ему предлагается самому эту схему дополнить, выяснить, какого цвета будет тот или иной квадратик. пиво, каким цветом закрасить? Первый квадратик, второй, третий и так далее. И такого рода задания встречаются как в букваре, так и в рабочей тетради. Кроме того, последняя иллюстрация – это способ обобщения. Дается одна модель, а слоги даются разные. Вот это тоже особенность, что ребенку важно не просто соотнести слог с моделью, но и увидеть то общее, что есть, например, в группе слогов. И, соответственно, это общее овеществить в виде той или иной схемы или модели. В данном случае ребенку нужно просчитать слоги и определить, каким цветом ему нужно заштриховать тот или иной квадратик. Для этого ему нужно проанализировать не просто один слог, а целый ряд слогов и выявить эту закономерность. Опять же, это достижение метапредметных результатов. Кроме того, дается целый ряд заданий, который позволяет расширить опыт детей. Всегда у ребенка возникает такого рода вопрос «А что если?» «А что если я буду читать не слева направо, а справа налево?» «А что получится?» «А что получится, если я возьму и переставлю слоги местами?» И вот здесь мы с одной стороны играем, но это игра на словарном материале. И ребенок видит, что обучение, оно может быть веселым, оно может быть интересным, и что просто переставив слоги в слове, можно сделать целое открытие. И если внимательно посмотреть на слоги, постараться прочитать его наоборот, можно получить совершенно другое слово. И вот это маленькие открытия, из которых складывается радость обучения. Мы видим, что это очень важно для нашего ребенка. Ему очень важно вот ту деятельность, которая порою очень сложна, тяжела. Ребенку очень сложно дается навык чтения, а еще сложнее навык письма. Но что это может приносить радость, что это может приносить открытие. И тогда, если для взрослого человека в этом ничего нового нет, но для ребенка это целое открытие, которое может стимулировать его к дальнейшему обучению, которое может создать ему вот этот позитивный настрой на формирование позиции ученика и на желание самостоятельной учебной деятельности, самостоятельного раскрытия тех тайн языка, которые в нем скрыты. На следующей странице вы видите пример дифференциации. Мы видим здесь обозначение работы двух букв. Мы видим, что и буква А, и буква Я обозначают звук А. А дальше мы видим, как эта работа воплощается в конкретных словах. Опять же, с одной стороны, это техническая работа, чтобы ребенок понимал, как читать те или иные буквосочетания, как читать ту или иную букву в разных позициях в слове. С другой стороны, это у нас пропедевтика, орфография. Это в том числе и решение определенных логопедических проблем, когда ребенок не слышит и не дифференцирует те или иные звуки. Вот таких страниц по дифференциации в особе достаточно много. Кроме того, я бы обратила ваше внимание на тренажеры. Тренажеры даются в помощь для формирования навыка чтения. Даются модели чтения слов, даются слоговые таблицы. Постепенно-постепенно эти модели и таблицы усложняются. И что является очень важным, это графическое обозначение, которое идет под записью слов. Мы видим дугой обозначенное слитное прочтение и точечкой те буквы, которые читаются отдельно. Это позволяет сформировать правильное слоговое чтение слова. Это позволяет ребенку научиться правильно ориентироваться в словах. И в то же время это снимает некоторое напряжение, которое вызвано бывает чтением слов, которые достаточно сложны. Это трехсложные слова и четырехсложные слова. Во-первых, слова подобраны те, которые дети уже знают, то есть те слова, которые детям знакомы. А с другой стороны, вот эта графическая модель позволяет ребенку спокойно идти по ней, не задумываясь о том, что это слово очень большое. Вот это первоначальное деление на слоги также очень важно. Оно позволяет сформировать плавное слоговое чтение. Ребенку, как бы эта модель говорит, не торопись, не бойся длинного слова. Развей его на части. Обрати внимание на первую часть. Прочитай ее плавно, слитно. Вторую часть. Третью и так далее. И вот наш с вами ребенок читает О-РО-ЛЕ-ВА. Если бы это было слово дано без разбивки, без графических обозначений, то ребенок бы в этом слове мог потеряться. А так, опять же, ребенок вновь и вновь убеждается в том, что он может справиться с проблемой, что он может ее решить. Кроме того, в период обучения грамоте можно использовать целый ряд дополнительных пособий. Всегда у нас с вами встает вопрос, а как проверить, что ребенок умеет? Мы можем сами разрабатывать определенные тесты, определенные проверочные работы, контрольные работы. Но можно использовать те материалы, которые уже разработаны и которые позволяют не просто учителю увидеть, что может ребенок делать, а что не может, но также позволяют и самому ребенку систематизировать свои знания и представить их в виде, опять же, определенной целостной системы. Прежде всего, это тесты разработаны Ольгой Николаевной Крыловой, автор достаточно известный, знакомый вам, в том числе по пособию чтения работы с текстом, который очень активно используется в школах в нашей стране. В данном пособии эти тесты разработаны по учебнику Азбука Горецкого. Их можно активно использовать в том числе и в других программах, но, опять же, это прежде всего Школа России. Когда мы с вами говорим о дополнительных заданиях, мы можем использовать и рабочие тетради. Рабочие тетради удобны чем? Что ребенку не надо много писать, ребенку не надо ориентироваться в том, где, куда писать ответ. Если мы работаем в простой тетради, у нас очень часто у детей возникают вопросы, а где писать, а сколько отступить, а правильно ли я сделал. Ребенку сложно ориентироваться в рабочем пространстве, особенно когда это просто чистый лист. Когда идут четкие задания с выделенными окошечками, то, с одной стороны, для первоклассника это очень важно, потому что это снимает целый ряд дополнительных проблем, и у нас с вами ребенок может уже четко понимать, куда что он вписывает, но, кроме того, мы с вами не должны забывать о том, что нашим с вами детям предстоит выполнять тестовые работы. Ребенку предстоит писать ВПР, и ребенку важно научиться вот этой форме работы, когда есть задание, которое нужно понять, в нем разобраться, и ответ должен быть зафиксирован определенным образом. Это начальные, самые простые шаги, но от них, в том числе, зависит и выполнение тех работ, которые будут впоследствии. Поэтому я вам рекомендую вот эти пособия использовать, и еще целый ряд пособий, которые мне очень нравятся, это, опять же, пособия для индивидуальной работы, это карточки, это те зачетные работы, которые вы можете использовать. Кроме того, по урочной разработке в Казбуке Горецкого, в которых очень много дано практического материала, который позволяет учителю не лазить по разным пособиям, по разным сайтам, чтобы найти тот или иной речевой материал, чтобы дополнить процесс обучения, а можно просто открыть эти по урочной разработки и взять материал, и использовать его с теми задачами, которые вы ставите для себя как педагог на данном этапе работы. Кроме того, я бы хотела обратить ваше внимание на целую серию нестандартных заданий. Издательство экзамена выпускает эту серию по разным блокам. Это есть нестандартные задания по русскому языку, по литературному чтению, по математике, по окружающему миру и по обучению грамоте. Это очень важный элемент. Почему? Потому что чаще всего мы с вами работаем по определенному алгоритму. Наши дети привыкают к этому алгоритму. И тогда осознавание каждого своего действия у ребенка замыливается. Он видит модель и по ней просто действует, получая тот или иной результат. Но в работах проверочных, в ЭПРках мы часто видим то, что задание дается чуть иначе, другим языком, другой формулировкой. И ребенок порою находится в ступоре. Он не может решить это задание. Не потому, что он не умеет. Он умеет. Но сама форма подачи иная. И тогда нестандартные задания позволяют выйти из блока стереотипов. Позволяют освежить ту деятельность, которую должен выполнить ребенок на данном этапе. Позволяют очень четко и ясно осознать каждый этап действия. Поэтому я вам очень рекомендую использовать это пособие. Опять же повторюсь, что это пособие не одно. Это целая серия, которую вы можете посмотреть на сайте, в каталоге издательства и выбрать именно то, что для вас необходимо. Дальше мы с вами переходим к обучению грамоте. Раздел «Письмо». Когда мы говорим о разделе «Письмо», то мы часто сталкиваемся с двумя понятиями. Это «Письмо» и это «Каллиграфия». Когда мы говорим об обучении грамоте, мы прежде всего говорим с вами именно о письме. Но в то же время мы не должны упускать то, что «Каллиграфия», а именно это «Искусство красивого письма», письма в соответствии с нормами и правилами языка, шрифта, который установлен, оно начинает формироваться не в конце первого класса, не во втором, не в третьем, не в четвертом классе. Оно начинает формироваться с первых этапов обучения ребенка в школе. С первых этапов, как только ребенок наш начинает писать палочки, крючочки, как только он садится, берет пишущую принадлежность и берет тетрадь, в которой он будет работать, мы уже начинаем формировать навык «Каллиграфия». Да, качество это проявится намного позже. Когда у ребенка уже появятся некоторые индивидуальные особенности почерка, когда у ребенка будет сформировано связное письмо, когда у ребенка начнет формироваться скоропись, но фундамент закладывается именно на первых этапах. Поэтому, когда мы будем с вами говорить о письме, мы будем также касаться и «Каллиграфии», потому что эти два процесса сильно взаимосвязаны между собой. Когда мы говорим о действии письма, мы прежде всего говорим о двигательном действии. И это действие, которое состоит из серии произвольных движений, оно является очень сложным действием. Вот на данном слайде я вам представляю структуру, которую выработала известная вам Марьяна Михайловна Безруких. Это педагог великолепный, это великолепный дефектолог, ученый. Пособия ее вам наверняка известны, упражнениями, которые она разрабатывает, наверняка каждый из вас пользуется. И она говорит именно о том, что это действие очень и очень сложное. Сюда входит и память, и восприятие, как зрительное, так и пространственное. Сюда входит действие анализа, синтеза, обобщения. Сюда входит зрительно-моторная координация. Сюда входит и работа мышц. То есть это целый комплекс. Соответственно, ребенку сложно. Такое действие для него является новым. С одной стороны, это действие, которое очень желанно. Когда ребенок идет в школу, естественно, когда мы его спрашиваем, а чему ты хочешь научиться, он нам скажет, я хочу научиться читать и писать. Желание есть, но это очень сложное, комплексное действие. И поэтому, исходя из того, что мы будем брать за основу, как мы будем учить письмо, очень многое зависит. зависит не только то, как мы учим, какие упражнения мы используем, но еще и то, какими пишущими принадлежностями наш ребенок пользуется, на какой бумаге он пишет, просвечивает ли бумага, нет ли. Поэтому очень важно качество тех пособий, которые используются при обучении письма. Потому что не секрет, вы все прекрасно видите и знаете, что иногда мы на одной стороне листа напишем, переворачиваем на другую сторону лист, и то, что мы писали, просвечиваем. И если мы говорим о зрительно-моторной координации, то моторное действие у ребенка одно, а зрительное восприятие, оно совершенно другое, потому что через то, что он пишет здесь и сейчас, проступает то, что он писал раньше. Поэтому даже вот на эти нюансы очень важно обращать внимание. Это тоже показатели качества. Давайте рассмотрим с вами следующую модель. Мы говорим о том, что целью занятий по письму является формирование навыка графически правильного, четкого и достаточно скорого письма. То есть для формирования этого навыка нужно ребенку научиться выполнять определенные действия. Прежде всего, когда мы смотрим, что письмо – это двигательный навык, то есть мы воспринимаем его как то действие, которое опирается лишь на мускульные усилия. И тогда кажется, что достаточно просто развить мелкую моторику руки. Но этого недостаточно. Это прежде всего понимание и осмысление своей деятельности. Это выстраивание алгоритма движения. Это перевод тех осмысленных единиц речи в графические знания. Вот обращаю ваше внимание на то, что единицы речи очень важно осмысливать. И тогда не случайно у нас с вами, когда мы даем алгоритм написания той или иной буквы, у нас рядом присутствует обязательно картинка. Это не просто дань некоторой эстетики. Это не просто восприятие ребенка, которому обязательно нужна картинка. Картинка нужна, но она нужна для чего? Она нужна прежде всего для того, чтобы ребенок осмысливал ту деятельность, которую он сейчас осуществляет. И именно в этой осмысленности закладывается основа именно формирования целостного письма, осознанного письма. А если письмо осознанно, то впоследствии соответственно снимается целый ряд ошибок, которые связаны с механическим действием. Итак, при обучении письму мы рассматриваем следующие личностные результаты. Они у вас здесь на слайде представлены. Вы их видите. И вы видите, что здесь опять же навыки адаптации. Но обратите внимание, что здесь рассматриваются не просто те результаты, которые относятся непосредственно к письму, но почему-то вдруг вставлено формирование чувства гордости за свою родину, ее историю и народ. Кажется, при чем тут? Зачем здесь эта задача стоит? Это не я придумала эту задачу. Она стоит в основной нашей программе, по которой мы с вами работаем, которая создана на основе федерального государственного стандарта. И тогда на самом деле очень важно не просто то, что мы пишем, не просто то, как мы пишем, но очень важно подбирать соответствующий материал. И тогда, когда ребенок у нас прочитывает названия, которые ему знакомы, которые связаны с его страной, которые связаны с символикой этой страны, с его историей, с его культурно-историческими традициями, это как раз и формирует вот эту национальную культурную идентичность, формирует эту позицию гражданина. Очень важно то, что мы берем за образец, какие тексты, какие слова. Опять же, рассматривая разные пособия по письму и каллиграфии в магазинах можно встретить очень разные варианты. Когда, например, ребенку дается написание таких слов, значения которых он порой и не знает. Например, дается слово «экскалатор». А много ли детей нашей страны сталкиваются с этим словом? И для того, чтобы это слово написать, чтобы ребенок мог его написать правильно и понимать его, нам нужно объяснять это слово. мы можем взять другой вариант. Или когда берутся для тренировки слова «Ангола», «Эстония», которые мы в своей обиходной деятельности редко используем, проще взять те слова, которые ребенок знает, которые связаны с его родиной. И тогда в этом мы можем использовать, при такого рода работе мы можем использовать как гражданский компонент, когда мы берем материалы, связанные с нашей страной, так и региональный компонент, который связан именно с той областью, где ребенок живет. И тогда можно дать задание, например, не просто записать слова, названия тех или иных рек, которые есть у нас в стране, которые являются главными реками, но и предложить ребенку самому записать эти названия. И мы видим, что с одной стороны ребенок выполняет вроде как предметную задачу, он учится написанию тех или иных слов, но с другой стороны это формирует его личность. Очень важно тот материал, который мы с вами берем, на основе которого мы с вами выстраиваем обучение. Я представлю вам сейчас все три блока результатов, и дальше я вам начну уже показывать, как эти результаты воплощаются в конкретных заданиях. Очень сложно разграничить по блокам, почему? Потому что в письме как нигде мы можем увидеть эту многозадачность. И тогда одно и то же задание, которое выполняет ребенок, может решать целый ряд задач. Поэтому сейчас я вам представляю метапредметные результаты обучения письму. Опять же посмотрите, у нас идет навыки, формирование навыков смыслового чтения. Очень важно, чтобы ребенок четко осознавал то, что он пишет, понимал значение. Без понимания не будет правильного письма. Без понимания мы не можем обучить ребенку механизму списывания. Без понимания мы не можем достичь искомого результата. У нас будет просто побуквенное копирование, которое не позволит нам не сформировать плавность письма, не позволит нам сформировать достаточно быстрое письмо. А и начинается все у нас как раз с понимания. Следующее это овладение логическими действиями. Когда ребенок анализирует графический образ буквы, когда он соносит букву с теми буквами, которые он уже умеет писать, когда он выстраивает их в определенной закономерности, как раз здесь-то и формируются логические действия. Когда ребенок прослеживает алгоритм письма и определяет, почему именно здесь нужно вести руку либо вверх, либо вниз, он осознает основные элементы письма. И здесь очень важно сказать следующее. Очень часто мы используем копировальный метод. Да, он является для нас основным методом. Но тогда ребенок у нас попадает в сложную ситуацию. Он сам не анализирует свои действия. То есть он просто копирует то, что дано в прописи, образец. Это очень важный элемент. Это необходимо делать, но это не единственная форма работы. Почему это важно? Потому что если ребенок постоянно привыкает копирование, то как только он попадает в ситуацию, где ему нужно самому записать то или иное предложение, которое дано без образца письменного, он попадает в ступор. Ему нужно сразу же вспомнить, какую букву писать, как ее соединять с другими буквами, куда вести движение руки и так далее. То есть сразу встает целый комплекс задач, часть из которых снимается при копировальном методе. Поэтому очень важно использовать разные методы, которые позволяют ребенку проявить большую самостоятельность при письме и в то же время очень важно при этой самостоятельности, чтобы ребенок ориентировался на те образцы, которые являются для него некоторой основой, чтобы он их знал, понимал и мог использовать. И предметные результаты. Предметные результаты. Понятно, что нам важно, чтобы ребенок на выходе научился грамотно писать, причем не просто писать, то есть копировать, чтобы он научился списывать небольшой текст, чтобы он научился писать под диктовку, а это как раз очень сложные виды работы, где ребенку нужно проявлять большую самостоятельность. Итак, давайте с вами посмотрим, что можно обратить внимание. Когда у нас с вами ребенок приходит в школу, то чаще всего он так или иначе умеет читать и умеет считать, но далеко не всегда ребенок готов к письму. Это связано прежде всего с формированием мелкой моторики руки и с уровнем сформированности его графических навыков. Порой бывает так, что ребенок не может ориентироваться на листе бумаги. Ребенок не может вести плавную прямую линию. Ребенок не понимает простой инструкции «введем вправо, влево, вверх, вниз». И тогда учителю приходится выполнять некоторые компенсирующие действия. Учителю приходится восстанавливать и доучивать, сдавать ребенку то, что должно быть сформировано к семи годам. Поэтому не случайно на этом слайде представлены пособия, которые ориентированы для дошкольников, но которые позволяют вот эти именно первоначальные задачи обучения письмо решить и так или иначе компенсировать те пробелы, которые были у ребенка в период дошкольной его жизни. Эти пособия, естественно, мы можем использовать как на факультативах, так и для индивидуальной работы. И прежде всего мы можем их рекомендовать родителям. Дальше мы уже с вами переходим к прописям, которые более привычные. но опять же это те прописи, которые мы можем использовать для дополнительной работы. Вот прописи пиши, не спеши, их можно использовать в качестве дополнительного пособия. В первой части даны элементы буквы, в второй части даны буквы, и тогда учитель уже в зависимости от того, на какой ступени находятся детки, может рекомендовать то или иное пособие. Но вы видите, что здесь используется разного рода вида работ, это работа со сплошной разлиновкой, где ребенок видит расстояние между элементами, дальше эта разлиновка снимается. Это очень важный момент, который очень часто используется в прописи, когда образец и основные элементы даются вот с такой разлиновкой сплошная наклонная линия. Но использовать ее постоянно невозможно. По одной простой причине, что это очень сильно напрягает глаз. Ребенок устает, роговица начинает высыхать и так далее. То есть возникает очень много проблем. Поэтому очень важно, что здесь задания очень органично расположены. И образец дается, где дается расстояние между элементами, и дается разнообразные формы работы, и дается задание на рисование, в том числе дается задание на звукобуквенный анализ слов. Об этом мы тоже не забываем. И мы с вами переходим уже непосредственно к нашим прописям, по которым мы с вами работаем. Это прежде всего комплект прописей по программе «Школа России». В данном случае они у вас на слайде представлены. И они состоят из четырех частей, в каждой из которых встречаются разные задания, направления работы вам здесь представлены. Их можно увидеть на слайде. Сам процесс письма достаточно сложен. Далеко не всегда нам хватает тех заданий, которые даются в прописи. И тогда многие учителя делают что? Либо учителя берут тетрадку и сами прописывают элементы, которым ребенку нужно отработать. Это, конечно, очень удобно. И учитель может прописать именно те элементы, которые необходимы. Но это время. Не так много его у нас с вами. И прописывая в тетрадях каждого из учеников, естественно, сколько на это нужно времени. Поэтому можно использовать разного рода тренажеры и дополнительные пособия. В данном случае вы видите пособия козлов и тренажеры по чистописанию, которые можно использовать как в добукварные и букварные периоды, которые соотносятся с той программой обучения, чтения письма, которая у нас идет по нашей основной программе, и те задания, которые можно использовать уже в послебукварный период. Задачи вы здесь видите. Дальше я бы обратила ваше внимание еще на пособие по чистописанию. Это комплексное пособие, которое мне очень нравится, и пособие, которое позволяет решить целый ряд задач, которые имеют очень четкую направленность. Прежде всего, эти пособия направлены на отработку трудных и похожих по написанию букв и их соединения. Вы знаете, насколько легко ребенку путать буквы. Это связано с тем, что у ребенка еще не устоялся зрительно-двигательный алгоритм написания. Пока он не сформирован, ребенок путает буквы, путает их написание. Он может путать элементы, он может путать направление движения. Например, надо довести до верхней рабочей строки, он доводит до середины, и у него вместо буквы П получается буква Э. Такого рода ошибки часто встречаются, поэтому необходимы специальные упражнения, которые позволят все эти элементы из букв соединения отработать. Кроме того, если эта тетрадь хочет описанию, естественно, что она решает целый ряд каллиграфических задач, это освоение правильного и каллиграфического письма. Кроме того, мы можем индивидуально давать детям задания и дифференцировать эти задания. Опять же, обращаю ваше внимание на то, что те задания, которые даются на развороте, которые рассчитаны на один урок, они не всегда должны быть все использованы. Вы знаете, что когда наш с вами ребенок начинает писать, мы не можем писать целый урок. Ребенку, начинающему писать три минуты максимум, пять минут, это предел просто, он не может больше писать. Надо менять форму работы. Для того, чтобы изменить форму работы, необходимо достаточно много разных вариантов заданий. Опять же, их здесь вы можете найти. Потом мы возвращаемся вновь к нашему письму, даем другое задание, но, еще раз повторяюсь, не все то, что дается в наших с вами пособиях, обязательно прописывать. Какие-то задания даются индивидуально, какие-то задания можно давать по желанию. Кроме того, данные пособия можно использовать для минуток чистописания, и, что является очень важным аспектом, эти пособия можно очень активно использовать для развития речи. Это проблема, которая у нас с вами есть в школьном обучении в целом и в начальном обучении в частности. Далеко не всегда те задания, которые детям даются по развитию речи, являются доступными, понятными детям, и они с ними справляются хорошо. В частности, об этом говорят итоги ВПР. Когда дети, например, не могут подобрать синонимы, когда дети не могут дать характеристику тому или иному предмету, у них беден словарь прилагательных, когда дети не могут подобрать глагол в определенной ситуации, то есть вопросов, связанных с развитием речи, очень и очень много. Поэтому в данных пособиях очень много заданий, которые как раз и ориентированы на развитие речи. Когда мы с вами формируем навык письма, мы с вами помимо обычных наших пособий выбираем еще дополнительные пособия. На что следует обращать внимание? Прежде всего нужно обращать внимание на дидактический материал, на основе которого сделано то или иное пособие. Это прежде всего классика, это прежде всего хорошие образцовые тексты, которые понятны детям. Те слова, которые ясны детям. И те слова, значения которых они могут понять из контекста. Те слова, которые дети используют на других предметах. Опять же, здесь на основе пособий мы можем формировать и межпредметные связи. Кроме того, важно учитывать то, в какой стране мы живем, в какой культурно-исторической традиции мы принадлежим. Еще важным моментом является утвержденный российский академический шрифт. Не случайно я обращаю ваше внимание на этот параметр. Шрифт меняется, постепенно меняются элементы. Если мы с вами рассмотрим шрифт, который был 20-30 лет назад мы увидим, что меняется, упрощается шрифт, меняются элементы. Кроме того, в последних вариантах вы можете увидеть то, что изменились соединения букв. Если раньше у нас буквы А, Д, О, Ф, Ю, в основном после них шло верхнее соединение, то сейчас мы можем использовать и нижнее соединение, как написание этих букв, так и выход дальше на нижнее соединение. Раньше, например, нам надо было, чтобы написать Ла, написать букву Л и перейти на верхнее соединение. Сейчас мы видим в прописях, что идет и нижнее соединение тоже. Это утвержденный шрифт, поэтому на это нужно обращать особое внимание, потому что как мы учим наших детей, так впоследствии они будут писать, чтобы нам потом не переучивать. А соединение букв очень важно для формирования скорописи и пропедевтический потенциал, который могут использовать наши пособия. Это прежде всего развитие речи, о котором я говорила, это пропедевтика грамматики и орфографии. Мы не имеем такой роскоши, чтобы решать задачи по мере их поступления. Для обучения в начальной школе характерна многозадачность, и ее мы можем в полноте использовать. Когда мы с вами рассматриваем учебные пособия по обучению письму и каллиграфии, мы видим целый комплекс упражнений, которые направлены на разные блоки. Мы видим упражнения, которые помогают нам научиться писать буквы, их элементы и соединения. Мы видим упражнения, которые позволяют решать задачи по каллиграфии. Мы можем видеть упражнения, которые позволяют ускорить темп письма, отработать связность и ритмичность. Обращаю еще раз ваше внимание, что наше письмо сейчас не безотрывное, оно связное, но не безотрывное. И это работа с сюжетным рисунком, который позволяет ребенку не просто немножечко отдохнуть, внести некоторый игровой элемент в работу, но и позволяет на основе сюжетного рисунка отработать письмо тех или иных элементов букв. Отчего зависит выработка скорописи? Это тоже очень важный показатель, которого мы с вами должны достичь. Прежде всего важно, чтобы дети умели правильно писать буквы, обладали правильным алгоритмом написания. Начинали с нужного места и заканчивали букву в нужном месте. Мы с вами можем видеть такого рода нарушения, когда наши с вами детки приходят в школу и начинают просто копировать тот зрительный образ, который перед ними есть. Они могут начинать с любого места, а потом дорисовывать. Для них буква пока еще образ, рисунок, а нам важно, чтобы этот рисунок перешел в зрительно-двигательный алгоритм. То есть ребенок воспринимал образ целостно и понимал, как, каким способом, какими движениями руки он может достичь этого образа в своей тетради. Очень важно правильное соединение букв, которое позволяет эргономично писать. Следующий элемент это самостоятельность при письме. Очень важно, чтобы ребенок не просто копировал постоянно тексты, а мог и имел возможность свободного письма. Никогда не бывает так, что навык письма отрабатывается просто большим количеством прописываемых букв, элементов и списываемого текста. Не бывает так. Это может вызвать только лишь отторжение. Важно понять, в чем причина сложности у ребенка и потом постепенно с помощью упражнений эту сложность преодолеть. И последнее в данной модели но не последний по значению фактор это формирование алгоритма списывания текста. К сожалению, наши дети далеко не всегда умеют списывать текст. Наши дети начиная с буквенного копирования порою, когда они уже пишут предложение, они остаются на этом этапе буквенного копирования или в крайнем случае слогового копирования. И тогда ребенок не может во-первых писать быстрее. Он сколько раз будет обращать внимание на образец, потом обращать внимание в тетрадь. Вот это движение вверх-вниз, оно уже тратит время. И нет смысла. Ребенок не видит целостного смысла, и тогда он не может себя проверить, он не может проговорить то, что он пишет, и соответственно возможность ошибки, как орфографической, так и графической, вырастает в разы. Поэтому очень важным фактором является формирование именно алгоритма списывания текста. Когда мы формируем навык письма, мы решаем следующие задачи. Они здесь представлены на слайде. Это и соединение букв, и самостоятельное письмо, это использование принципа многозадачности, это формирование элементарного навыка работы с текстом, и алгоритм списывания. Давайте рассмотрим, как эти элементы можно рассматривать на основе пособий по чтению, по письму и каллиграфии. Итак, отработка соединения букв. Прежде всего, вы видите сейчас страничцы, вы видите соединения, которые представлены, которые детям даются как модель. И обратите внимание на соединение. Вот вы видите слово родной, которое прописано абрисом, но обратите внимание, что эрц-о идет нижнее соединение. Это, опять же, повторюсь, новый российский шрифт, который позволяет нам вносить как нижнее, использовать как нижнее, так и верхнее соединение. Вот вы видите родительский нижнее соединение, выход на д, дом, понятно, что нижнее соединение мы к нему уже привыкли, но в то же время вы видите вот здесь вот у нас соединение нижнее и здесь выход на верхнее соединение. Разные варианты, поэтому обращайте на это внимание и учитывайте это. Кроме того, когда мы отрабатываем соединение букв, важно давать ребенку возможность самому это делать и возможность творчески интерпретировать те задания, которые ему даются. В данном случае вы видите пособия, которые включают в себя так называемые розчерки. Вот эти розчерки, они вообще характерны больше для обучения каллиграфии взрослых, но здесь во многих пособиях они даются почему? Потому что они дают возможность ребенку почувствовать легкость письма, они дают ребенку возможность почувствовать, что он, владея теми навыками, которые у него есть, он может уже выполнить такое сложное и красивое задание. Обратите внимание, что задание дается по обрису, это значит, что ребенку дают возможность обвести, уже дается позитивный настрой, а дальше, если ребенок захочет, он может попробовать это сделать сам, либо полностью воспроизвести этот элемент, либо воспроизвести его часть. Соединение букв очень важно, я вновь и вновь обращаю ваше внимание на соединение, здесь вы видите систематизацию соединения из одного из способий, которое я вам представляла, почему это важно, потому что соединение позволяет подготовить руку к скорописи, более быстрому письму, очень важно, чтобы ребенок не просто копировал, но имел возможность самостоятельного письма. В данном случае вы видите на слайде варианты, когда ребенку нужно просто перекопировать сочетание утренней напевы, а дальше ему дается печатный вариант предложения, в котором ребенку нужно перевести печатный текст в письменный текст. Здесь ребенку нужно, во-первых, понять этот текст, во-вторых, ему важно соотнести печатный знак буквы с письменным знаком, то есть соотнести две графические формы, которые он знает, и проанализировать письменные И, соответственно, восстановить письменную форму. Затем следующая картинка. Вы видите задание «Запиши две скороговорки». Кстати, в пособиях очень много материала, в котором используются пословицы, скороговорки, в которых используются те задания, которые строятся на материале нашего исторического и культурного наследия. Я постараюсь это показать на следующих слайдах, но в данном случае мы обращаем внимание на то, что ребенку предлагается записать две скороговорки из тех, которые он знает. Дается, здесь я не до конца привела это задание, и вы видите две ручки, дальше идет третья ручка. Если ребенок не знает скороговорки, он может просто обвести ту, которая ему дана. И дальше он может вставить свои. Он может их написать, а может их не писать, если он не знает. Но для вас, опять же, это тоже некоторая диагностика. Владеет ребенок знанием скороговорок или нет. Следующее. Обратите внимание на задание. Ребенку, опять же, дается задание по перекодировке печатного текста в письменный вариант. И обратите внимание, что акцентируется внимание на то, на само действие письма. Вот подбор самого текста, он очень добрый, он очень позитивный, и он показывает, что все получится, что да, очень сложно, когда сложно моргать, сложно дышать, любой ребенок это помнит. Но получается, букву выводит, буква выходит, значит, слово будет готово. И вот это очень важно, что сам процесс письма и представление результата. Вот еще несколько вариантов, опять же, работа с пословицами и возможность такого творческой интерпретации текстов. Обратите внимание, чего сложного? Вроде бы дается слово ежевика для обводки, но стоит чуть внести новый элемент, и вот этот переход со строки на строку уже позволяет не просто скопировать надпись, но позволяет ребенку опять же обретать легкость и плавность письма. А задание кажется очень простое и элементарным. Вот еще несколько заданий, которые позволяют реализовывать принцип многозадачности. Это прежде всего задания, которые связаны с тем материалом, который изучают наши дети. Вот вам названия, которые предлагаются для работы, которые связаны с нашей страной. Это первая картинка. На второй картинке дается предложение, какие ягоды растут на болоте, но мы можем с одной стороны с этой надписью поработать, а с другой стороны мы можем конкретизировать знания детей по окружающему миру. Следующее задание, это творческое задание, когда дается основное слово, порт, дается точечки, где указано, сколько букв нужно добавить. В данном случае одна точечка, две точечки, четыре точечки. И тогда ребенок может сам придумать новые слова, а может использовать подсказку, рисунок, который рядом, да, рисунок, который позволит не только рассмотреть некоторую иллюстрацию, а позволит найти те буквы, которые необходимо вписать, чтобы получить новое слово. Это спорт, рапорт, аэропорт. Кроме того, это еще орфографическая пропедевтика. Вот целый ряд заданий, которые ориентированы на развитие речи. Слова для справок. Обратите внимание, какие даны прилагательные. мы с вами часто сталкиваемся с ситуацией, когда дети используют прилагательные, но в определенных шаблонах. Трава у нас всегда зеленая, ночь темная, снег всегда белый, большой маленький, высокий низкий. Словарь прилагательных очень мал. А здесь мы видим с вами дрожащие, колючие, сладкие. и те слова, которые здесь даются, они позволяют расширить словарь детей. А дальше позже намного. Смотрите, какие слова объясняются. Что такое брусничный? Какой цвет можно назвать брусничным? Какой цвет можно назвать багряным? Откуда берутся эти слова? Роняет лес багряный свой убор. из тех текстов, с которыми сталкиваются наши дети, в том числе на уроках окружающего мира, на уроках литературного чтения, но далеко не всегда дети понимают значение этих слов. И дается некоторое расширение, что конь вороной, какой он? Можно по цветам, если идти, то можно еще использовать и просто желтый, а, например, канареечный цвет, какой это цвет? Это ярко-желтый или вишневый темно-красный и так далее. И после такого рода заданий детям предлагается использовать в практической деятельности свой опыт. Например, ответить, какие росинки, какой туман? Вот еще вы видите слайд. Здесь идет работа и с составом слова, и работа с орфографическими правилами, и работа со словарем, и работа со значением слов на примере междометий. Вот как можно сказать о футболе? И фи-футбол, и фу-футбол, и ну-футбол. Сам текст для детей очень интересен, но, опять же, он несет дополнительную смысловую нагрузку. Вот еще несколько вариантов. Когда идет рассказ о том, рассказ о школе Льва Николаевича Толстого, как он сам учил детей, используется такое слово дюжой. Слово устаревшее, но дается возможность выяснить, что оно значит. Значение слова эдельвейс. Опять же, вот эта возможность воспринять мир во всем многообразии. Оказывается, одно и то же слово в разных переводах может значить разное. Дается перевод с латинского, с немецкого, и дается образ эдельвейса, который используется в Италии. Ребенок уже воспринимает не просто название цветка, а он воспринимает его как часть культуры этого мира. Также в воспитании своей культурной и исторической идентичности помогают тексты, классические тексты, которые мы используем. Вот с одной стороны, это некоторое обращение к культуре, классической, это произведение Ильва Николаевича Толстого Филиппок, которое все знают. Это красивый, ясный текст. А с другой стороны, вот обратите внимание, что текст дан как образец красивого письма, и ребенок обводит только отдельные строчки. Обратите внимание на эти строчки. Это прямая речь. То есть мы можем с помощью вот этой модели не просто отработать каллиграфический навык, а мы можем поговорить с детьми о том, как выделяется прямая речь. И еще один вариант исторического текста, это образец, который дается просто для чтения, а мы знаем, что нам важно не просто научить детей писать, но и дается возможность ребенку читать письменный текст. и дается текст из книги юности «Честное зерцало». Это 17 век. Это образец той речи. Опять же, ребенок понимает себя как человека, принадлежащего к определенной культуре. Вот еще целый ряд заданий, которые позволяют использовать в том числе и региональные компоненты. Дается задание написать города, которые ты знаешь. И тогда здесь ребенок использует свой личный опыт. Опять же, не обязательно писать на каждую букву. Вспомни, посмотри, что ты знаешь. И тогда ребенок может написать и может добавить свое. И понять, а я не знаю город на ту или иную букву. Значит, надо поискать. То есть, ребенок может выстраивать систему задач. Реки, села, озера. Ребенок может, опять же, обратить внимание на те названия, которые даны, а может написать свои примеры, с которыми он сталкивается в той местности, в которой он проживает. Да, есть вот такое, но ты можешь написать свое. Это использование символики. В качестве рисунков, например, используется герб города Тулы, где ребенку нужно не просто обвести элементы, но и прописать букву Т и слово Тула. Небольшие тексты, которые даются для работы, которые касаются не только столицы нашей родины, но и говорят о малых городах. И тогда ребенок, прочитав историю города Звенигорода, а что о истории своего города знаешь ты? А что знаешь ты из истории своего поселка? Да, мы работаем по каллиграфии, но мы даем возможность ребенку и ощутить себя как жителя определенной области, определенной страны, и в то же время мы развиваем речь ребенку. Вот еще одно задание, которое мне очень нравится. Это задание, которое использовано в тетради по каллиграфии третий класс. Дается пословица на выдумку природа Таравата. Откуда вообще взялось это слово? И дается возможность объяснить, что значит слово Тараватый. Посмотри в словаре, зафиксируй для себя, с чем это связано. Это не просто так взято слово. Давайте вспомним, что в третьем классе мы изучаем стихотворение Афанасия Фета. Мама, глянь-ка из-за кошка. Знать, вчера недаром кошка умывала нос. И мы помним, что там есть слова, словно кто-то Тараватый. И ребенок может прочитать, не обратив внимания на это слово. Опять же, теряется осмысленность. А здесь параллельно в пособии дается объяснение этого слова, идет работа с этим словом. Это и исторические культурные корни, и это задание, позволяющее осуществить межпредметные связи и показать ребенку, что каждое слово важно, что оно не может быть просто проходящим. обрати внимание на слово, посмотри его значение. Это интересно, это здорово, это некоторый квест. Это опять же тот вариант заданий, который мы с вами можем использовать. Ну вот еще несколько заданий, которые мы можем использовать для работы с текстом. Это и озаглавливание текста, это и запись предложений в определенном порядке, чтобы получился текст. Как оказывается, это сложно детям сделать, восстановить последовательность предложений в тексте, это показали ВПРки, поэтому такого рода задания очень хорошо поиспользовать и не только при подготовке к проверочным работам. Кроме того, работа с текстом, что текст можно компоновать по-разному, вы видите, что можно записать по-разному строки, еще мне очень нравится вот такого рода задание, когда ребенку дается не просто списывание текста, дается задание на восстановление текста, но ему нужно вставить элементы, и он получает не просто текст, а он получает еще очень интересные образцовые тексты, красивые, яркие, но он, собирая этот текст, он чувствует на своем уровне, конечно, он не знает логических закономерностей построения текста, но он видит, как его можно построить на уровне красиво-некрасиво, это опять же и эстетика, и в то же время понимание закономерностей. детям предлагается тексты образцовые не только литературные, но и предлагаются красивые выражения, очень важно, чтобы ребенок имел образец красивого высказывания, и тогда дается начало предложения, и золотистый шар солнца, а дальше ребенку нужно вставить нужную часть, вздрогнул и опустился за лес. Красивые предложения, красивое звучание, ребенок впитывает эту культуру, он купается в этой красоте текста, предлагается детям и продолжить сказку разного рода задания, я вот просто сейчас, во сколько времени у нас не так много, просто делаю некоторые акценты, и вот обратите, пожалуйста, еще внимание на формирование алгоритма списывания. Очень важно, чтобы ребенок, который обучается списыванию, он избегал побуквенного копирования, чтобы он учился списывать целыми словами, а для этого нам нужно расширить зрительное поле, сформировать навык фотографирования слова, то есть видение слова как некоторой целостности, формировать навык понимания того, что ты прочитал, развивать привычку пропивать слово, формировать навык перечитывания того, что ты написал, потому что мы часто попадаем в ситуацию проверил, проверил, а результата нет, потому что ребенок не проверяет. И вот есть некоторые задания, которые я бы обратила ваше внимание, это вот они здесь представлены, это списывание сначала небольшими элементами, потом небольшие слова, потом включение отдельных слов в предложение и только потом списывание текстов. К сожалению, у нас с вами не так много времени остается, но я бы хотела обратить ваше внимание еще на некоторые пособия, которые позволяют вам более активно выстроить работу детей, использование разного рода справочных пособий, которые есть, это различного рода словарики. Обращаю ваше внимание на справочники, которые есть и по русскому языку, и по литературному чтению, потому что они включают в себя не только практические моменты, но и теорию, которую необходимо порой освежить и нам, и просто необходимо знать родителей. Это универсальные пособия по диагностике, это и диагностика читательской грамотности, которую можно использовать, это и пособия в СОКа, это и пособия по метапредметным диагностическим работам, и все эти варианты, то, что вы сочтете нужным, вы можете найти на сайте издательства. Презентация, которую я сейчас вам показывала, она будет доступна, вы можете зайти в раздел файлы и там посмотреть и ее для себя скопировать, ее использовать в своей работе, если вам захочется более расширенно посмотреть на пособие, вы можете зайти в каталог, прочитать характеристики и также в разделе файлы выставлен сертификат. Сертификат у нас на два часа, вы его заполняете и используете для своих портфолио. Я надеюсь, что тот материал, который я для вас сегодня приготовила, будет вам полезен и способствует вам в том труде, который вы исполняете, в той радостной и творческой деятельности, которая так необходима, потому что именно учителя начальных классов создают тот фундамент, на котором базируется все дальнейшее обучение, и от того, с чего мы с вами начинаем, какого качества мы с вами берем материалы и что мы с вами используем, в дальнейшем во многом зависит успешность обучения наших детей. И только в начальной школе